Машинку, вернее, не выставила, а села рядом с ней. Расскажу вам свою историю, потому что от вас очень много сообщений. И не дай бог это кому-то пригодится, но я расскажу, как мы потушили пожар. Значит, первое, я проходила рядом со своей ванной комнатой и услышала такое стрекотание, знаете, как в камине огонь трещит, я услышала такой звук. Я очень удивилась, потому что сушильная машинка не издает такие звуки. Я открываю дверь, а вот в этом отсеке, вот в этом, пламя, просто огонь, и он уже стал выходить вот отсюда. И видите, она все черная, то есть сушильную машинку обволакивала огнем. Первое, что было испробовано при попытке потушить пожар, это кастрюля с водой. Я хочу сказать, что никогда вода в кастрюлю не наливалась так медленно, как в этот раз. Потому что огонь, оказывается, растет очень-очень быстро. Я первый раз с этим столкнулась и была поражена от того, что вода льется медленно, тебе уже нужна полная кастрюля, а тебе надо вылить на эту сушильную машинку, потому что растет огонь, а ты ничего сделать не можешь, но пор воды, он какой есть, такой есть. И вода наливалась очень медленно. Но кастрюля не помогает в данном случае, потому что, да, водой немножко можно приглушить, но вода как-то хаотично разбрызгивается. Плюс сушильная машинка находится на втором уровне, то она находится высоко, и воду разбрызгать из кастрюли достаточно сложно, когда хочется попасть в определенную цель. Так как вот это был источник огня, надо было брызгать воду туда. Но вот как туда кастрюле долезть? Додумались до того, чтобы взять бутылку с водой. Вот это лайк-фак просто, чтобы у вас дома была обязательно бутылка с водой, если нет огнетушителя. Потому что она помогает точечно лить воду в определенное место. То есть не хаотично, как кастрюля, не понимаешь, куда просто льешь, потому что у тебя паника. Она точечно помогает потушить огонь. Именно бутылка с водой под напором, вот в это вот место, в очаг, помогла спасти эту ситуацию, помогла потушить огонь. И как только огонь был практически потушен, сразу в ход пошел телефон 112, пожарники, и еще вместе с ними приехала полиция. Они приехали, все зафиксировали, но успели потушить пожар до приезда пожарников. Поблагодарили, что очень быстро действительно приехали они очень быстро. Они сделали записи соответственные, по какому адресу был этот случай, и уехали. А потом еще приехал человек из-за Росая, который все зафиксировал, из-за чего произошел пожар, что загорелось, и уехал. Все, это все люди, которые были здесь, и теперь отправили письмо счастья в страховую с прекрасными фотографиями этой сушильной машинки потолком. Загорелась сушильная машинка. И сушили водой, успели до приезда пожарников. Как вы видели, я уже купила огнетушитель. Планирую купить еще один, чтобы был в квартире. Пробовали еще потушить пожар с помощью лейки для душа, но не дотянулась. Оказалась очень короткой, хотя тоже било бы точечно, и тоже это спасло бы ситуацию. Так что огнетушитель, бутылка с напором воды, если душ дотягивается, душа можно тушить. В общем, у меня теперь это все отложилось, и я теперь уж точно паниковать не буду. Но я паниковала. Я когда звонила по номеру 112, меня женщина по телефону задавала конкретные вопросы, потому что я немного хаотично все говорила. Я говорю, приезжайте, приезжайте, пожар по такому адресу. Она говорит, подождите, какой город? Да, ну, паника была неизбежна, потому что когда видишь, что у тебя в квартире пожар, что все горит, и страшно было, страшно. Мне, кстати, написали в сообщении, что у меня теперь паранойя будет по этому поводу на всю жизнь. Вы знаете, да, у меня теперь паранойя по этому поводу, но я скажу, что это не самая худшая паранойя, потому что, по крайней мере, я теперь никогда из дома не выйду, когда у меня работает техника. Я уже знаю, что делать в такой ситуации. И, кстати, вот по поводу зарядных устройств я писала, что их, оказывается, желательно тоже из розеток выдергивать, потому что мне сегодня за утро рассказали две истории, реальные истории близких людей, о которых я знаю лично, что были случаи действительно возгорания именно из-за розеток. Поэтому, пожалуйста, будьте бдительны. Если вы увидели эти сторис, то наверняка это вам какой-то знак, чтобы вы знали, бдили и были готовы ко всему, потому что действительно предугадать, что с вами произойдет, невозможно. Желаю, чтобы ни у кого такого не было. Еще забыла сказать, перед тем, как начать тушить пожар, надо обязательно выключить электричество. Если оно у вас автоматически не выключается, то обязательно его надо перед этим выключить. Мне только что написали сообщение, и я вспомнила, что я забыла об этом сказать. Это важно.